МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Протягивается визит делегации Гомельской области начали со старшинёй Аблы Канкамо Владимиром Дворником у город Паулодар, Республика Казахстан. Протставники регионы прымают у делу Международным инвестиционным форуме. Подчас мероприемства подписаны три документы у тем лику погоднения в супрационнистве администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон и СЭС Паулодар. А прочатаго заключенный контракт на поставку у Казахстан гомельской мясомолочной продукции амальна 10 млн доларов. Даречжи, за пошне паутара года товарооборот па між регионами склау каля 4 млн доларов. Гэта 5% у структуры товарообороту па між Гомельской областю і Казахстанам. Асаблівай популярностю уже хароу Паулодара користаються продукты харчавання і промысловая товары. У Гомелі протягвае работу мабільная група при Городскім выканавчым комітеті. На гэты раз яна праверала универсальну гандлёвую базу. Як пераканаліся наші коррэспандэнты, основная колькасть выявленых парушэнів звязана з невыконанням службовымі асобамі сваіх промых обавязкаў. На прахадную гандлёвага прадприємства Гомельская универсальная база мабільна група праїжжає за 10 хвілін до початку работы і починає свою дзейність с праверки варпускного рэжиму. Тих, хто спазняється, не вельмі шмат, але усеяны беруться на контроль. Нехлідзіші на тое, што непосрэдна на прахадной знаходзіцца малявніша оформлены стенд з текстом директивы обмерах по узмацненні грамадзкай бязпекі і дисципліны, для някага ён здаецца немая ніякага значэння. Цэлый шарах парушэння уявляецца і пачас праверкі стану работы з водіцелями. Ужу някалькі місяццаў ніхто з їх не проходзіць контроль на наявнаць ў організмі алкаголю. А допуск та ў дзела ў дарожным руху звычайная формальнаць. Члены мабільной групы нагадуюць, гэта значэнне парушэння, за якое адказных асоб можна аштрафаваць на суму да пятидесяці базавых вілішынь. Вообще ніякіх влажэння дзеніг для того, што будь устраніцць те рекомендація, каторые будуть даны мабільной групы. А, к сажалэнню, начэння, есць вапросы с трудовой и производственной дисциплины. А это основа-основы. Чем будь ўдёт больше парадка на производство, тем лучше дисциплина, то будь ўдёт выше производительность труда и, как результат, лучше люди будуть получать заработную плату. У складзі мабільной групы працтавнікі мяццьовых органів улады, профсаюзав, фонда соціяльной обаруны, экології, мілицій, прокуратуры, Міністерства паназвышайных сітуаціях. На протягу прикладна полутора гадзін кожна провірая ситуацію у своїй сфері. Парушені ўшмат. Прішім їх наявність следства у першу шаргу невыконання службовыми особами своїх промых обовязкал. Правда, не выключено, що нікатуре з керівнюків по выніках прайверки можуть позбавіться своїх пасад, коли кажуть, чоловік не жадай опросаваць, навушті його утрімлювати і платіть зарплату. Формально проведзіны інструктажи, в связі з чем? Це отдела хозяйственного обеспечення. В связі з чем? 15 чоловік прямо сьогодні, прямо сьогодні, здаєте приказ, відстріняєте від роботи. Предыдущий повторний інструктаж проводився 11.01.16, а тот, который формально 26.09.16, но не одній підписи работників. Начальник ОХО пояснює, що він не успел собрати підписи. Задаю вопрос, какой порядок проведення інструктажей? Ответа нет. Отдел логистики. Там водители, трактористы. Значить, всього 26 чоловік. В протоколі проверки знаний не одній підписи от этого года. Всех до одного відстрініть. Більшість виявленіх під час проверки порушення повинна бать ліквідовано на протягу 2-3 дзен. Хоч і пасля гэтага предприємства без уваги не застанеться. У приватності не виключена, що универсальна база трапить у спіс-аб'єкту, уключеных у план проверки правоохонних органів у наступному годі. Все, що буде записано в справки, буде немедленно устранено. Ліце понесуть дисциплинарну відвесність, ряд ліць буде освобождено з занимаемой должності. От себе хочу заверити, ще раз повторити, в кратчайші сроки все буде устремлено. Олешен Чуров, Ольга Коновалова, Валера Габанько, Телерадо, компания «Гомель». Республіканское унитарне предприємство «Белтелекам» протягує традицію ушановування юбилейних абонентів своих послуг. У «Гомелі» приємные подарунки от компанії приймала сім'я Паула і Оксаны Пінських, які стали мільйонними користальниками сучасной технології «Джипон». Подробязності у Вероніки Ворошеліной. Невзирая на снежную погоду, жильцы молодого микрорайона по улице Оськин областного центра собрались на импровизированный праздник чествования от компании «Белтелеком». Гостям здесь предложили целый ряд развлечений, розыгрыш сувениров, сладкие угощения, развлекательное шоу и возможность сфотографироваться с любимыми мультипликационными персонажами. Кульминацией праздника стало награждение миллионного абонента современной сети «Джипон». Подарок юбилейному «Поновскому абоненту» мы дарим телевизор, чтобы комфортно было пользоваться интернетом от «Белтелекома», в подарок дарим планшет, а чтобы было меньше затрат на услуги связи от «Белтелекома», опять же в подарок дарим пакет «Ясно-50» сроком на год, в который входит и телевидение, и интернет, и бесплатная телефония по всей Беларуси. Во время акции все присутствующие могли воспользоваться возможностью подключиться с 50-ти процентной скидкой к любому пакету услуг линейки «Ясно» от «Белтелеком» на весь год. Пока гости наслаждались праздником, семья Пинских отправилась рассматривать свои подарки. Телевизору больше обрадовались взрослые, планшет пришелся по душе детям. У каждого из членов этой большой семьи свои увлечения и интересы с появлением в доме новых устройств и технологий все они будут разрешимы. Так как телевизор был один, мне нужно было ждать своей очереди, когда все ложились спать. Начиналось мое время, так как могу потом, будучи в декрете, выспаться. А дети сидели только в основном с телефонов. И все. А теперь мы будем папа у себя, я у себя на моем в царстве кухни, а девочки будут с планшетом по очереди. Семья Пинских признается стать счастливым миллионным абонентом сети Джипон, компанией Белтелеком, как и обладателям столь ценных и нужных подарков, для них было большой неожиданностью. Предложили подключиться и говорят, что даже не надо будет ехать в офис, там какие-то договора, у них все с собой. Но мы согласились, они нам все рассказали, сказали, что сделать. Я уехал на работу и вечером у меня уже звонок, что мы оказались миллионными абонентами. Эмоции, конечно, технология Джипон наиболее быстро развивающаяся и перспективная. Она дает возможность своим клиентам пользоваться услугами электросвязи максимально комфортно. По сути, компания Белтелеком меняет медный кабель на индивидуальный волоконно-оптический, который прокладывается в квартиру абонента и заканчивается специальным устройством. К нему можно подключить несколько телефонных аппаратов, приставок интерактивного телевидения зала, компьютеров, в том числе, с использованием технологии беспроводного доступа Wi-Fi. С нашей точки зрения, преимущества неоспоримы, они позволяют пользоваться интернетом, они позволяют каждой квартире смотреть залу нашу, причем не только на одном телевизоре, на двух, трех, количество приставок не ограничено. И, соответственно, мы полагаем, что проводка в каждую городскую квартиру это лишний повод для абонента подумать об услуге компании Белтелеком и стать нашим абонентом. Одни услуги Белтелеком можно оформить прямо на дому, другие в сервисных центрах. К примеру, сейчас компания предлагает акционное предложение подключения пакета услуг «Ясно», который включает в себя доступ к сети интернет, интерактивное телевидение и неограниченную телефонную связь всего за 10 рублей 50 копеек. А также выгодные условия оформления системы беспроводного оборудования «Умный дом», которая позволяет с помощью управляющего устройства контролировать все, что происходит в доме во время вашего отсутствия. Вероника Ворошилина, Игорь Морищенко, телерадиокомпания «Гомель». О рамках республиканской профилактичной акции «За беспеку разом» у «Гомеля» организовали флешмоб в цепляльных ситуациях членов БРСМ и «Червоного крыжа». Основная мета – нагадать людям об необходности строгого выполнения супраць пожарных правилов. Не паниковать. Гэта бадайгаловная парада, якую можно дать людям при узникне непожару. Иншая справа, что лепш загадя предпринять меры, как такая ситуация не здарилась. Особливую актуальность гэта питания набывая с початком цепляльного сезона. И хоть все лет означается знижение колькости пожаров в паровнании с отповедным летошним периодом, для утримания становища под контролем необходна постоянная профилактичная работа в тем лику про спроведение флешмобов. Сирот организаторов гэта гамероприемства, администрация чугуночного района, Гомельский городский отдел по надзвучайных ситуациях, БРСМ, «Червоный крыж», а так само 9-я середняя школа, у якой створены специализованные профильные классы. Акцию будут проводить Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных, которая у нас в школе насчитывает 70 детей. И мы всегда принимаем участие в подобных акциях, потому как считаем, что человеческая жизнь это самое важное, что есть у нас. Брахинский музей выступил инициатором распроцовки и реализации программы по одновлению гисторичной и культурной спадчины района. А життявить планы меркуются с допомогой членов створеного при музее семейного клуба. Частку гэтай программы супрацовники Брахинского гисторичного музея презентовали в осенью гэтага года подчас проведения дзен Гомельской области в Москве. В российскую столицу они привезли народный театр Батлейка, який выкликал неподробный интерес. Разом с тем, гэта только частка запланованаха. У приватности при музее будет створена творчая пляцовка по развитию традиционных мясцовых промыслов. А про чатаго тут меркуются организовывать велопоходы по ознакомитых мясцинах района, а так само организовывать театральные постановки, тематика, им. Такое театральное движение началось именно в таком народном варианте. То есть такой народный театр образовался. У нас уже есть две программы. Рождественская программа идет с Батлейками и программа есть театр посвященный теме Марине Мнишек и Лжедмитрию. Там отрывок из пьесы Пушкина Борис Годунов. Вот мы его театрализовываем и показываем в том числе в парке Вишневецких и в музее. Творы сусветно-вядомых европейских письменников у выданиях 19-го стагодзя представлены у Палаца Румянцевых и Паскевича выстава норовой эпохи у европейским романе адлюстровывая найбогатейшую книжную коллекцию, якая неколи належала княжицкой семьи. Сто выданий со сбору князев Паскевича узнайшли годное место у зале, у якое яны размещались а яше при житии былых уладальников Майонтка. Сюняны заховываются у отделе редкой книги областной библиотеки имя Ленина. На выставе норовой эпохи у европейским романе можно убачить такие знакомитые творы, як графиня Дэмон Саро и королева Марго Александра Дзюма, собор Парижской Божией Мати Виктора Его, Айвенга Вальтера Скота, кирмаш гонориста Сти Уильяма Текерэя. Усе книги представлены на мове оригинала. С гэтых несмаротных классичных творов можно доведаться про то, как жили люди с того дзи тому, что их хвалявало, про что они думали и как ставились один до одного и на кольки они адрознивались од нас. Эта книжная выставка, как и все наши проекты на третьем этаже, является частью выставочного зала Княжеская библиотека. Когда мы проводим здесь экскурсии, мы, безусловно, рассказываем и о сменных выставках также, но наши посетители могут знакомиться и самостоятельно. Здесь представлены аннотации каждому изданию, ведущий текст. В принципе, я думаю, что все достаточно понятно. 5 листопада у православном свете будет значаться первая у церковном новолетте Батьковская субота. Она была установлена великим князем Дмитрием Данским у 14-м стаходе и носить его имя Дмитриевская. У гэты день належать у первую чергу вспоминать об памирных батьках. Рыхтоваться до суботы православное начинают с заходя. Так уже зараз у все храмы Гомельщины приймают записки об паминании памирных и охверовании на панихидный стол. Як правило, люди приносят продукты хлеб, присмаки, садовину и огороднену, а так само муку для просфор и кагор для здяснения литургии. Не належать приносить мясные продукты тимотные спиртные напои. У Гомель за кубок дружбы позмагаются в 15.30 на пляцовку лядового палаца выйдут команды Словакии и Германии. В 19.00 начнется матч между белорусами и датчанами. До лядовых арен, на которых проходят международные споборнества и предъявляют высокие потребования. Комфортно повинно быть спортсменом, глядочам и журналистом. У Гомеля створили все необходимые умовы, как кубок дружбы пройшел на высокем узроуне. Для Гомеля, выбрала именно наш регион для проведения этого мероприятия. Мы провели большую работу по требованиям и по регламенту, по раздевалкам, по пресс-центру. Я вам хочу сказать, что на самом деле любое международное мероприятие это определенный объем работ по подготовке и выполнению тех требований, которые сегодня любым регламентом обязывают принимающую страну. Поэтому и журналисты, и болельщики, и самое главное спортсмены будут себя чувствовать комфортно и уютно. Высокую затекавленность проявляют жихары города. Билеты с касс лядового раскупаются. До того ж с поборниц высыпали со школьными каникулами. Так что трибуны пустовать не будут. Сочыть за баталиями Кубка дружбы можно будет и по телевизору. Матчи с уделом нашей сборной будет транслировать телеканал Беларусь 5. Так само за падениями на этом международном старте будут сочыть наши журналисты. Подрабязности у выпусках новинов на телеканале Беларусь 4 и у программе старты и финиши на Беларусь 3. Пераможцы турниру Кубок дружбы вызначаться 5 листопада. И на гэтым наш ранешний выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочым с разведцем падею Гомелью в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин